Беседа 39, Бытие 17.1 Видели вы, возлюбленные, как в Божественном Писании ничего не говорится без пользы. Видели, как много пользы получили мы вчера беседой о Багаре и ее богатстве. Мы узнали великую кротость правца, высоту его целомудрия, уважение, какое он оказывал в царе, считая всего драгоценнее и согласие с нею. Мы видели, как Бог по неизреченному человеколюбию своему, желая почтить праведника, не только возвратил Агарь, блуждавший в пустыне и бежавший от страха перед своей госпожой, но и даровал ему Авраму потомство в Измаиле, доставляя таким образом праведнику великое утешение и дару ему награду за терпение. А когда родился Измаил, то Божественное Писание, желая указать нам возраст правца, означало и самое число лет его. Сказав, Бытие 16.16, Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Рассмотрим же теперь это и последующее изречение Священного Писания, и мы опять увидим, как велико было терпение праведника и как велико и неизреченно человеколюбие Господа. Мы увидим это ясно, если опять обратим внимание на лета жизни правца и на то, как всеблагий Бог благоустроял его судьбу, постоянно подвергая своего раба испытаниям, и тем обнаруживая любовь к Богу в душе его. Господь, конечно, сам ясно предвидел добродетель своего мужа, благообразие его души, и вполне знал цену этому Маргариту. Но хотел явить его всем его современникам, чтобы и в последующие роды добродетель праведника привлекала желающих к ревности и подражанию ему. Потому-то Бог постепенно раскрывает богатство души праведника, для того, чтобы и мы научились никогда не терять веры в обетование Божие. И не унывать в случае медленности их исполнения. А как скоро обещает Господь всяческих, то больше уповали бы на невидимое, чем на видимое. И на то, что у нас в руках и были уверены, что обетование Божие никогда не останутся без исполнения, хотя бы даже в течение долгого времени происходило, по-видимому, противное им. Не смущались от того духом, но помнили благопромыслительную и всемогущую силу обещавшего. И знали, что когда Он восхочет привести в исполнение Своей судьбы, то все Ему покоряется и повинуется. Как Господь и Создатель естества, Он может даровать нам и то, что выше естества. Итак, смотря на свои немощи, не будем испытывать дел Божиих и не будем колебаться в мыслях, рассматривая естественный порядок вещей. Но как благоразумные рабы, зная беспредельное всемогущество нашего Господа, будем веровать Его обетованиям, возвысимся над естественной нашей немощью, чтобы и обещанной получить, и Его благоволением насладиться. И всеми силами будем оказывать Ему подобающее почитание. В том-то и состоит истинное с нашей стороны Богопочтение, когда мы уповаем на Его всемогущество, хотя бы, видимо, для плоских очей казалось противным Его обетованием. Что же ты удивляешься, если я сказал это, что самое великое Богопочтение в том именно и состоит, чтобы не сомневаться в Его обетованиях. И подобные нам люди, когда обещают что-нибудь из этих временных и тленных вещей, и мы не сомневаемся, а смело верим их обещаниям, считают это за большую для себя честь. То есть, что мы не сомневаемся, а верим их обещаниям. Если же так бывает у людей, которые и изменяются часто, и по немощам не всегда могут исполнять свои намерения, то не гораздо ли больше должны мы веровать в обетования Божии, хотя бы и не скоро они исполнились. Я сказал, теперь это не без цели, а для того, чтобы, приступая к началу нынешнего чтения, видеть, как человеколюбивый Бог, желая соделать право для всех застачимым, столько лет медлит в исполнении своих обетований, и праведник не скорбит, не унывает от замедления, не отчаивается, но, питаясь благими надеждами, во всем обнаруживает свою боголюбивую душу. Мы ясно увидим всю добродетель правоца, когда узнаем, сколько прошло между тем времени. Это показывает нам блаженный Моисей, вдохновляемый святым духом. Что же он говорит? Когда Авраам внял по велению Божию, и в оставу стремился из Харрана в землю Ханаанскую, тогда ему было 75 лет. 12.4 И как только вступил он в землю Ханаанскую, Бог обещал всю эту землю дать ему и семени его, и так размножить его потомство, что оно будет бесчисленно, как песок и звезды. Между тем, после этого обетования многое случилось с праведником, удаление по причине голода в Египет, похищение Сары, след за тем открывшееся промышление о нем Божие, потом по возвращении из Египта оскорбление Сары от царя Герарского и немедленное заступление от Бога. Праведник, видев все эти события после данного обетования Божия, не смущался духом, не испытывал для чего, получив такие обетования, он каждый день подвергается столь многим и столь великим искушениям, и столько времени остается бесчадным. Но как муж благочестивый, не дерзая дела Божьи подвергать суду своего немощного разума, был спокоен и с утешением принимал все угодное Богу. Спустя девять лет получил Авраам из Маила от рабыни и думал, что на нем-то исполнится обетование. 16.16. Авраам был восьмидесяти шести лет, когда Агар родила Аврааму сына. Между тем, Бог еще тринадцать лет испытывает терпение праведника и только тогда исполняет свое обетование. Он хорошо знал, что как золото, очищаемое через долгое время в горниле, добродетель праведника явится в искушении чище и светлее. 17.16. Когда же, говорится, Аврааму было девяносто девять лет, явился опять ему Бог. Для чего он медлил столько времени? 18.16. Для того, чтобы мы узнали не только терпение и великую добродетель праведника, но и беспредельное всемогущество Божие, когда уже изнемогала природа и стала неспособной к деторождению, потому что тело Авраама уже увяло и сохло от старости. Тогда только, открывая вполне всю добродетель праведника и являя свою силу, Бог исполняет свои обетования. Необходимо, впрочем, выслушать самые слова, сказанные Богом Аврааму, когда ему было девяносто девять лет. Явился мой Бог и сказал ему, когда ты слышишь, что Бог явился, не предполагай тут ничего земного и не думай, что можно видеть телесными глазами, божественное и бестелесное естество, но рассуждая обо всем благочестиво, явился ему Бог, то есть его сподобил откровение, и, видя его достойным своего промышления, являет ему особенное снисхождение и вступает с ним в беседу. Явился Аврааму Господь и сказал ему, я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. Велико благочестие праведника, необычайно и благоволение к нему всеблагого Бога, говорит, я Господь Бог твой, как бы так сказал, я, если до настоящего времени многоразлично устроявший судьбу твою, я, воззвавший тебя из дома твоего и приведший сюда, я, поборавший по тебе и возвеличивший тебя над всеми наветниками твоими, и не сказал просто, я Бог, но я Бог твой, примечай великую благость, смотри, как и этим прибавлением выражает он свое благоволение, к праведнику, Бог всей вселенной, создатель всяческих, творец неба и земли, говорит, я из Бог твой, великая почесть праведнику, так обыкновенно говорят и пророки, как теперь сам Он, общий всех Господь, позволяет рабу называть себя Богом своим, и после, как увидим, он говорит, я из Бога Враама, Исаака и Якова, так и пророки нередко говорили, Боже, Боже мой, не ограничивая собой, только господство его, и показывая свою неизмеримую любовь, но когда это делают люди, ничего нет удивительного, а когда сам Бог так делает в отношении к людям, это необычайно и чудно, впрочем, не будем удивляться возлюбленные, а послушаем пророка, который говорит, лучше один исполняющий волю Господа, нежели десять тысяч нарушающих его. Так же блаженного Павла, который говорит, прошли в мило тех козьих кожах, терпя лишения, оскорбления, озлобления, те, которых целый мир не был достоин, в Тераха 16,3, Евреям 1,37. Таким образом, пророк выражает, что один, творящий волю Божию, лучше бесчисленного множества беззаконников, а блаженный Павел, учитель вселенной, помнив о всех праведниках, проводящих свою жизнь в скорбях и во всякой тесноте, говорит, которых не был достоин весь мир. Целому миру он противопоставил этих гонимых и скорбящих, чтобы показать величие добродетели. Потому-то и Создатель всех говорит право, что я есть Бог твой, благоугождай предо мной и будь непорочен. То есть, ходи предо мною. Я не презрю подвигов столь великой твоей добродетели, но поставлю завет мой между мною и тобою. И весьма, весьма размножу тебя. Не просто, говорит, умножу, но весьма, показывая необычайное размножение, что прежде выразил он словами, как песок и звезды, тоже и теперь означает словом весьма. А признательный и благочестивый раб, видя столь великое снисхождение к себе от Бога и такое попечение его о своем служителе, изумляясь и помышляя о собственном немощном естестве, о благости Божией и бесконечной силы, пал, говорит, Авраам на лицо свое. И Бог продолжал говорить с ним, выражая таким образом свою признательность. Не только не возгордился и не вознесся мыслью, он от оказанного ему благоволения, но еще более смирил себя, пал, сказано, на лицо. Такова признательная душа. Чем больше пользуется приближением к Богу, тем больше обнаруживает благоговение к Нему, пал на лицо свое. И когда праведник после того, данного ему дерзновения, смотря на себя и на немощь человеческой природы, не дерзал даже восклонить глаза, и преклонившись долу, выражал тем свое глубокое благоговение, смотри опять, «Какое неизреченное милосердие являет все благи Богу!» И сказал ему Бог, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма, весьма расположу тебя и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». 428. Заметь, возлюбленный, как и теперь Бог все ясно предрекает праведнику, и чтобы дать ему еще больше удостоверения, прилагает к имени его новую букву и говорит, «И будешь отцом множества народов». Прежнее имя его Авраам выражало переселение. Слово Авраам на еврейском языке значит «переселенец», как это изъясняет сведущее в том языке. И так как он должен был выйти из своей земли в Ханананскую, то родители дали ему такое имя. Может быть, кто-нибудь скажет, ведь родители его были неверные. Откуда же у них могло быть такое предведение, что они самым именем его выразили то, что имело быть спустя долгое время? И это есть дело промыслительной премудрости Божией, которая часто через неверных устрояет такие случаи. Подобное много раз случалось, как мы можем видеть, и с другими. Вот и сейчас приходит нам на память наименование Ноя. И ему не просто и не случайно родители дали такое имя, а предзнаменовали в нем через пятьсот лет имеющий быть потоп. И что отец Ноя не потому дал такое имя своему сыну, что был добродетелен. Послушай Писание, которое говорит ясно. Ной был найден праведным, совершенным в роде своем. Не умолчало бы Писание, не сказала бы, что Ной один был праведен, если бы и Ламех отец его был ревнителем, добродетели этого праведника. Между тем, намереваясь дать своему сыну имя, Ламех говорит, и наречется ему имя Ной, ибо сей успокоит нас от дел наших и от печали рук наших и от земли, которую проклял Господь Бог. Скажи, пожалуй, откуда у него, у Ламеха, такое знание о том, что должно было случиться через несколько поколений? Наречется, говорит он, имя ему Ной, ибо сей успокоит нас, в майное в резком языке означает покой. Итак, по елику Ной один только мог спастись во время потопа, покрывавшего вселенную, и должен был положить начало бытию последующих после потопа родов, то он, Ламех, и говорит сей успокоит нас, успокоением называя потоп. Действительно, потоп, покрывший водами всю землю, отягченный грехами тогдашних людей, и носивший на себе всякую скверну, и пресекший всякое зло беззаконных людей, очистил землю, которая сделалась нечистой от злобы своих жителей, и их самих через наказание успокоил, ибо говорится, что смерть есть успокоение мужу. Теперь видишь ли, как нередко и через неверных предзнаменуется будущее по устроению Божию? Таким же образом, и этому прадцу Аврааму родители дали имя, заранее предзнаменуя то, что он будет присельником, и, перешедши реку, пойдет в чужую землю. Итак, говорит Бог Аврааму, «Если имя, данное тебе родителями, предзнаменовало твое переселение оттуда сюда, то прими прибавление к этому имени буквы в предзнаменование того, что ты будешь отцом многих народов». Заметь, какая точность в словах не сказал всех народов, а только многих, так как были иные народы, которым надлежало быть изгнанными оттуда. Чтобы семя праведника получило свое наследие, то Бог говорит, «Отцом многих народов поставлю тебя множество. Зная величие твоей добродетели, я сделаю тебя наставником многих народов и возвращу тебя, сделаю тебя отцом, весьма распложу тебя и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». Не пройдем возлюбленное без внимания этих слов. Если мы подумаем о возрасте, праотца, о том, что он услышал это в последней старости, то удивимся вере праведника и беспредельной силе человеколюбца Бога, которая от человека, так сказать, уже умершего, ослабевшего телом и каждый день ожидающего своей кончины, предрекает такое умножение семени, что из него произойдут народы, и не только это предрекает, но и цари из себя произойдут. Видишь ли, как постепенно возвышается обетование? Произведу, говорит, размножу тебя. Не без причины повторяет Бог это слово, а для того, чтобы показать праведнику, необычайное множество потомства. Заметь, затем через приложение буквы на самом имени праотца, как бы на каком столпе, начертав неизгладимое знамение своего обетования, Бог говорит далее в праотцу, и поставлю завет мой между мною и тобою и между потомками твоими. После тебя в роды их завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. Не только о тебе, говорит, покажу великое попечение, но и о семени твоем после твоей смерти. Смотри, как Бог ободряет дух праведника, обещая ему, что будет иметь великое промышление и о семени его. В чем же сила завета? Далее говорит, да будет, говорит, о семени твоем после тебя. Это будет величайший из всех благ для тебя и для семени твоего. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю хананскую, во владении вечное, и буду им Богом. Поставлю завет твой между мной и между тобой, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. Что значит, буду их Богом? Это значит, что покажу о них великое попечение и промышление, во всем буду являть им свою помощь. Только сказал ты же, соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Ничего другого не требую от вас, кроме послушания и благодарности. А я все, что обещал, исполню. 430. Но желая усвоить себе потомков Авраама и сделать их своим народом, Бог не хотел, чтобы с течением времени, когда они размножатся, они смешались с теми народами, землю которых должны были наследовать. Затем, так как в последствии по его предречению они должны были еще подвергнуться рабству в Египте, то чтобы и там они не смешались с египтянами, Бог в качестве знамения заповедует праведнику обрезание и говорит, «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мной и между вами, и между потомками твоими после тебя, в роды их, да будет у вас обрезан весь мужеский пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Потом, вразумляя их и всех нас о том, для чего дал такую заповедь, именно для того, чтобы это было знаком избранного народа его, он и говорит, «Это будет знамением завета между мною и вами». Далее, назначает и время, когда должно совершать обрезание. Восьми дней от рождения, да будет обрезан у вас в роды ваши всякие младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Словом, все вообще, все живущие с вами, примут это знамение, и всякий, кто не обрежется в назначенный день, истребится за то, что разорил завет мой, приступил заповедь. Непременно, да будет обрезан рожденный в доме твоей купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей восьмой день, не истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Заметь премудрость Господа, как он предвидев в будущем, развращение сердец их полагает на них как бы некую узду, дает им такое знамение обрезанием, чтобы обуздать неукротимые страсти их, и не допустить их до смешения с языческими народами. Он знал их походливость, и то, что они не воздержатся от животных стремлений, несмотря ни на какие внушения. Поэтому, давая им всегдашние напоминания знамения и обрезания, он полагает на них это знамение, как бы некоторую узду, узы, назначает им меру и пределы, которых они не должны были приступать, оставаясь всегда в кругу своего племени, и не позволяя себе никакого смешения с другими народами, и таким образом сохраняя чистым семя своего правца Авраама, чтобы и обетование Божие могли на них исполниться. И как иной честный и скромный человек, имея невоздержанную рабу, обуздывает ее тем, что дает ей ограничительные правила никогда не выходить за ворота своего дома и не показываться проходящим, а часто еще и ноги ее заключают в узы, чтобы хотя таким образом можно было удержать ее неумеренность, так и человеколюбец Господь полагает на плоть знамение обрезания, как узы на ноги, что постоянно имея при себе такое напоминание, они, евреи, не нуждались уже в наставлении от других. Но неразумные и бесчувственные иудеи хотят и ныне вовсе безвременно хранить обрезание и обнаруживать тем в себе детский смысл. Для чего в самом деле скажут мне хотят они ныне обрезываться? Тогда то есть в Ветхом Завете они получили эту заповедь, чтобы не смешиваться с другими нечестивыми народами. А ныне когда по благодати Божией все народы приводятся к свету истины, какая польза в обрезании? Разве отсечение плоти способствует сколько-нибудь свободе души от страстей? Не слышали ли они евреи как ясно Бог сказал? И будет это знамением Завета, как бы показывая тем, что только по великому своему неразумию они имели нужду в таком знамении. Подобно часто бывает и в делах человеческих. Когда мы не доверяем кому-нибудь то стараемся получить от него какой-либо знак при виде залога. В виде так и Бог всяческих зная легкомыслия их евреев восхотел потребовать от них этого знамения. Не с тем, чтобы оно осталось навсегда, но чтобы с окончанием тогдашнего Завета было отменено и употребление этого знамения. Как между людьми, требующими друг от друга какого-либо знака или залога, этот знак тотчас уничтожается. Как скоро кончится между ними предпринятое дело, так точно и здесь. Так как это знамение введено было между вами, говорит, обращаясь к иудеям, только для того, чтобы народ, происшедший от патриарха, очевидным образом отличался от других народов, то как скоро из тех народов, ради которых вы приняли такой знак, одни уже совершенно исчезли, а часть других обратилась к свету истины, следовало уже и вам не носить на себе свидетельство своего неразумия, но отменить его и возвратить себе прежнее достоинство. Рассуди, что ведь чудный тот муж, говорю о правце, еще прежде, чем получил заповедь об обрезании, а он был уже девяносто девяти лет, когда дана была эта заповедь, был угоден Богу и тысячекратно прославлен Господом. И только тогда уже, когда приблизилось время исполнения обетований Божьих, когда надлежало родиться Исааку и рода его размножиться, а самому правцу приставить от этой жизни, только тогда он получает заповедь обрезания и сам обрезывается уже в такой старости, чтобы сделанное правцем послужило как бы законом и правилом для всех его потомков. А чтобы вы лучше убедились, возлюбленные, что обрезание нисколько не способствует к добродетели душевной, можно рассмотреть самые обстоятельства дела 432. Для чего Бог говорит восьми дней младенец да будет обрезан? Я думаю, что человеколюбец Бог определил такое время с двоякой целью. Во-первых, чтобы в незрелом возрасте легче можно было переносить болезнь обрезания. А во-вторых, чтобы из самого дела могли неевреи видеть, что обрезание само по себе нисколько не приносит пользы душе, а назначено быть только как знамение. В самом деле, какую пользу от обрезания может получить для души несовершеннолетнее дитя, не разумеющее того, что с ним делается, не имеющее смысла. Ведь совершенство души составляет собственно то, что делается по свободному произволению, то есть, когда сама душа избирает добро и убегает зла. Так, совершенство души состоит в том, чтобы не только не желать большего, но и то, что есть раздавать неимущим. Совершенство души не прилипляться к настоящему, напротив, презирать его и постоянно помышлять о будущем. А иметь знак на теле, какое тут совершенство? Но неразумные и бессмысленные иудеи, еще сидящие в сене, когда уже явилась истина, еще приседящие свету светильника, когда уже сияло солнце правды, и всюду простирает лучи своего света, еще питающиеся млеком, когда уже настало время крепкой пищи, не хотят и блаженного Павла слушать, который велегласно говорит, и знамение принял, получил он обрезание, как печать праведности, которая от веры имел он вне обрезания, Риминам 4.11. Смотри, как он, апостол, учит нас здесь и тому, и другому, и тому, что обрезание принял он Авраам как знамение, и тому, что еще не будучи обрезан, он показал уже правду от веры, чтобы иудеи не вернул сказать, не обрезание ли доставило ему, Аврааму, оправдание. Для того, блаженный апостол, воспитанный у ног Гамальила и тщательно наставленный в законе, говорит, не думайте, бесстыдные иудеи, что обрезание само по себе послужило ему к оправданию, еще не будучи обрезан, а показав только в себе веру, он уже был оправдан, веровал Авраам Богу, это вменилось ему в праведность. Итак, уже после того, как он получил оправдание по вере своей в Бога, он принимает знамение обрезания и сперва Бог прилагает к имени его букву, а потом заповедует обрезание и тем показывает, что только за великую добродетель он избирает и приближает к себе праведника, а ради него и его потомков. И как люди, приобретающие рабов часто, переменяют имена и одежду их и все делали для того, чтобы отличить их от других рабов, что по всему видно было, кто ими владеет, так и Бог всяческих. Желая отличить его Авраам от других людей, через приложение буквы назнаменовал, что он будет отцом многих народов, а через обрезание, что народ его будет избранный и что имеющее произойти от него потомство будет отделено от прочих народов. Но если и они, то есть иудеи настоящего времени, по слепоте своей еще хотят соблюдать обрезание плоти, не слушая слов Павла, если обрезываетесь, то нет вам никакой пользы от Христа. Галатам 5.2 Для того ведь явился Господь, чтобы все это уничтожить, и для того весь закон исполнил, чтобы на будущее время отменить соблюдение закона, почему и восклицал блаженный Павел, оправдывающие себя законом отпали от благодати, то мы с своей стороны послушаем блаженного Павла и примем нерукотворное обрезание, которым вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, и далее, чтобы точнее показать нам, в чем состоит такое обрезание, он присовокупляет, погребшись ему крещением Колостяном 2.11, как их иудеев знамение обрезания отделяло от прочих народов и показывало в них народ избранный Богом, таким же образом и у нас обрезание крещения, то есть обрезание духовное или крещение, заступившее место обрезания, составляет очевиднейшее различие и разделение верных от неверных, в нем, говорит, вы обрезаны обрезанием нерукотворенным совлечением греховного тела плоти, как там обрезание совершается в отложении плоти, так здесь крещение в отложении грехов, и так, совлекшись однажды греховной плоти и приняв чистую одежду, прибудем возлюбленные в чистоте, побеждая страсти плотские, усвоим себе добродетель, находясь под благодатью, поревнуем тому, кто жил под законом, или даже прежде самого закона, чтобы направить нашу жизнь по его стопам, удостоиться принятия в его лона и достигнуть вечных благ, благодатью человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, с которым отсутствов Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь.